коллеги всем добрый день вторник 19 июля записываю актуальный видео обзор по биткоину криптовалютам и рынку пройдемся и по финансовым классическим рынкам куда смотреть какие выводы можно сделать 20 числа июля важные даты отчеты что может повлиять на биткоин на всю крипту в целом какие даты произойдет повышенная волатильность на фоне того или иного фундаментала в общем посмотрев это видео вы будете так скажем в теме вы будете максимально внимательно к определенным периодом ближайшие две недели и ничего точно не пропустите поэтому это вид этот видеоролик я рекомендую посмотреть от начала до конца тем не менее есть тайм-коды в описании к этому видеоролику используйте что касается розыгрыша конечно он будет доступ премиум источники на 6 месяцев единственная поправка условия к комментарию я озвучу чуть позже контексте сегодняшней темы в этом видео одной из тем вот но и стандартные условия подписка на youtube канал и телеграм-канал трейдер 80 на 20 в описании ссылка там все апдейты обновления что не скажу сейчас в обзоре все будет там поэтому не игнорируйте телеграм-канал так давайте приступим и начнем не с графика потому что но опять же по bitcoin повторяюсь до апдейты были есть телеграм-канале но тем не менее сегодня мы также проговорим некоторые важные аспекты по целям пройдемся дан по целям этого роста какой может быть шухер и все в этом духе и в какие даты вот хотелось бы начать с очень так скажем важной темы про которую мне пишут очень часто в личное сообщение да вот и я так скажем у меня тоже есть вопросы то если говорить как есть у меня тоже есть вопросы я предлагаю в рамках розыгрыша да и в целом в рамках этой темы оставить комментарий осознанный на тему запрета оплаты товаров и услуг цифровыми финансовыми активами в россии я покажу на что я смотрю здесь и сейчас какие у меня вопросы да может быть мы придем с вами к некоторому железо бетонному выводу начнем запрета да вы можете перейти там 14 июля пост нажать подробнее да и соответственно вас перебросит к этой новости путин подписал закон запрещающий оплату цифровыми финансовыми активами это было 14 июля ну давайте я не буду зачитывать текст в целом площадки вообще по некоторому контролю да и по обороту цифра в россии их пока что не существует да их пока что нет об этом говорят и в целом сами чиновники до регуляторы о том что пока что это все в разработке непонятно когда будет и будет ли это пользоваться спросом как показывает практика это не пользуется спросом там где-то там других странах bitcoin приняли в качестве платежного средства у нас это никому не нужно ну все все в духе регулятор так скажем да вот хотя до этого было вагон просто вагон и маленькая тележка новостей официальных так скажем да опросов о том что триллионы там можно сказать рублей проходит через криптовалюту именно на территории россии да вдруг узнается узнать узнается да что никакого спроса нет но мне кажется что это все бред просто нет нет того что можно показать здесь и сейчас и куда позвать людей допустим там условные мо ex crypto exchange дали что-то в этом духе или spb crypto exchange да кто туда пойдет вопрос да и откуда я ушел я тоже скажу в этом видеоролике и почему с какой криптовалютной бирже я это в принципе говорил несколько месяцев назад и причина озвучил кто послушал тоже ушел кто не послушал но как бы на ваш страх и риск в общем смотрите видео до конца коллеги так в общем новость понятно то здесь в целом подписал путин то что разрабатывалось то можно сказать несколько месяцев до то о чем говорил и центральный банк то что обещал центральный банк то что обсуждали и министерство финансов то что прошло там 1 2 3 чтения это все уже подписал президент россии далее что касается налоговой составляющей я бы хотел показать этот материал да и в целом все ссылки которые будут в этом видеоролике они будут в описании к этому видео до что вы смогли там перейти что-то более внимательно почитать так что это так а показать я вам хотел сейчас секунду секунду по налогам ребята налога много вопросов я не являюсь экспертом в вопросах оплата налога налогов прошу обращения с доходов по криптовалюте вот есть но некоторая статья от валерии как у него и давай давайте с ней ознакомимся когда не нужно платить налог с криптовалюты а если крипта просто лежит на кошельке необходимость в уплате налога возникает только при обмене криптовалюты на фиатные деньги то есть налогооблагаемым событием является продажа цифровой валюты соответственно фиат в рубль да ну в доллар сейчас проблематично мягко говоря ну мы говорим о рубле если говорить о россии если крипта продана в убыток то продавать то подавать декларацию тренды фл нужно все равно нужно ли декларировать владеление криптовалюты с 21 года декларировать криптовалюту нужно только чиновникам и их родственникам да то есть такие соответствующие законы с плюс подпись президента россии были в принципе кстати не так давно от остальных этого этого пока не требуют ну и принципе что касается декларации криптовалюты чиновников ну в целом ничего нового в этом законопроекте нет если брать практику других государств то же самое если в сша то же самое есть и в ряде других стран включая там евросоюз еврозона так далее как пишут до инструкция для крипто инвестора по уплате налогов ребят это еще раз повторяюсь не моя какая-то финансовая рекомендация я вам показал источник эта ссылка будет в описании к этому видео вот но часто опять же люди пишут вот как там что по налогам я вам в основном до отвечал все в открытом доступе пожалуйста читайте смотрите открывайте несколько источников читать официальный документ ну и соответственно действуйте действуйте как вам так скажем подсказывает мозг и сердце объясню почему так сказал далее подвести итог финансового года посчитать посчитать доход от сделок с крипто по итогам года если есть документы на покупку крипты сможете заплатить налог с разницей между ценой продажи и покупки так подтверждающим документы можно считать договор платежные документы банка оферту крипто биржи идет до 30 апреля подать ну все стандарт здесь да фнс форму 3 ндфл до 15 июля платить налог в размере 13 процентов если общий годовой доход меньше 5 миллионов рублей если 15 или 15 процентов если больше 5 миллионов рублей вот при продаже крипты которые владели более трех лет налог платить не нужно но необходимо подать декларацию 3 ндфл пояснительной записке покажите входящие исходящие транзакции блокчейне на ваш адрес в крипто кошельке если будете подавать декларацию в двадцать втором году то налог надо будет заплатить скрипты приобретенный 18 году и позже ну соответственно вот и все вот и все что известно по плате криптовалюты о плате налогов с доходов где доходом является сам факт продажи пусть будет до в рамках законодательства цифра или цв да где цифра цифровые финансовые активы где цв это цифровая валюта причем про цифровую валюту очень интересно очень интересно будет дальше давайте смотреть что еще я для вас подготовил после того как я выложил новость о запрете оплаты товаров и услуг цифровыми валютами цифровыми финансовыми валютами в россии в телеграм-канале что подписал путин мне скинули ну на самом деле не так мало материалов на эту тему да и в том числе материал неважно какой компании какой организации с так скажем при всем уважении здесь в основном цитаты цитаты из так скажем официальных открытых источников да поэтому я авторство не показываю еще я авторство не показываю потому что я бы не хотел рекламировать так скажем организацию извините за выражение еще раз со всем уважением но организацию стукачей и посредников до посредников которые ну по факту не нужны для того чтобы любой желающий оплатить налог да соответственно это сделал посредники по факту не нужны цифровой валютой смотрите а юридическое ну понятно определение термина термина цифра содержится в части 2 статьи 1fz о цифра звучит так цифровым финансовым активом признают цифровые права включающие денежные требования ребят здесь много букв я зачитывать не буду на паузу может нажать до соответственно дочитать иными словами цифра это те же самые ценные бумаги акции облигации так далее но это самая до завернутая так скажем блокчейн упаковку главным отличием cfa от cb цифровой валюты остается наличие эмитента то есть лица от которого вы вправе требовать исполнение обязательства по ним система работы по аналогии с ценными бумагами на фондовом рынке законодательство цифра активно разрабатывается сами цифра природе еще не существует пока только три компании ну неважно какие далее далее здесь на чтобы я хотел обратить внимание что является цифровой валютой это есть она в целом пишут об этом да здесь в этой статье криптовалюта обратить внимание bitcoin эфир бенби бинанс коэн да солана ну и так далее причем здесь и в этой же статье и в статье других которые мы сейчас с вами рассмотрим нет речи о usdt и usdc о стейбл коинах давайте перейдем далее статья мне предлагают оплату в крипте как это может быть устроено и как не попасть под налоговую что понимается под крипту в россии ну понятно те же самые а момент которые мы уже который я озвучил цифровые финансовые активы есть цифровые валюты цифра это денежные требования возможность существования прав по эмиссионным ценным бумагам права участия в капитале непубличного акционерного общества право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг цифровые валюты это совокупность электронных денег цифрового кода или обозначения содержащихся в информационной системе которые предлагаются могут быть приняты в качестве средства платежа не являющиеся денежной единицы российской федерации денежной единицы иностранного государства и или международной денежной или расчетной единицы и или в качестве инвестиций и что самое интересное в отношении цифровой валюты должно отсутствовать лицо и это очень важно сейчас отметить еще раз самое интересное в отношении цифровой валюты должно отсутствовать лицо обязанное перед каждым ее обладателем кроме лиц которые просто обеспечивают работу блокчейна пример цифровых валют здесь тоже приводится я обращаю ваше внимание да это bitcoin эфир почему-то здесь и tc написано ну окей пусть будет фир классик или эфир доги coin монеты которые не являются цифровыми валютами в терминологии фэзэ о цифа это стейбл coin а я полагаю и сразу скажу да то есть мне нужно будет время и ваши комментарии с пруфами до в рамках розыгрыша не в рамках розыгрыша я предлагаю скажем проявить большую активность для тех людей которым нечего написать по теме идите в комментарии давайте ну создадим с вами такой плодотворный так скажем диалог на эту тему до комментарии которые на ваш взгляд близки к истине отмечайте лайком да и соответственно давайте там будем с вами общаться смотрите монеты которые не являются цифровыми валютами в терминологии фэзэ о цифа это стейбл коины как минимум централизованные стейбл коины поскольку они имеют обязанных лиц то есть их эмитентов которые обладают определенными обязательствами перед каждым владельцем их стейбл коина то вот а про цифа вот мы только что защит зачитали да то есть там не должен не должно быть никаких скажем обязательств не должно быть вот этого эмитента если говорить конкретно в данном случае о стейбл коинах мы не говорим о децентрализованных соответственно да и ну и все в духе я думаю что децентрализованные какие-либо стейбл коины их даже с учетом того что и истск аманул и все в этом духе хотя и хотя и ист я бы не сказал что это был какой-то децентрализованный стейбл коина алгоритмически да но тем не менее их еще очень много очень много мы говорим о юсдт где есть тезер мы говорим о юсдт где есть компания циркл эмитенты да вот и здесь речь о том что в целом под эти законы фазе от цифа стейбл коины не попадают а такие монеты больше похоже на электронные деньги но пока а пока что как-то дополнительно формально они не урегулированы так далее на что я хотел также обратить внимание ну понятно на кого распространяется закон и все в этом духе запрет распространения информации у предложения или приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемой им товара услуги и и так далее это тоже запрещено в россии здесь можно поспорить о том на кого распространяется указаны выше запреты в отношении какого имущества о чем мы немного подробнее но они немного подробнее писали повторяю ссылки я оставлю расчетов стейбл как вы помните да согласно этой статье не всякая крипта является цифровой валюты это значит что запрет все же не абсолютной централизованными стейблами оплачивать услуги формально можно нарушая нарушение фссо цифра здесь не будет ну и здесь такой мы принимать крипту в оплате в оплату запрещено а стейбл оказывается можно ну на что похоже по своей природе такие стейблы дата что-то как электронные средства платежа по российскому праву что пока что стейбл коинов не касается согласно вот этим законам также все сможете подробно почитать прежде чем допустим оставить какой-то комментарий с вашим выводом да потому что я могу там например оказывать оказаться не прав я могу вам сейчас показывать какую-то статью которая не имеет ничего общего с истиной поэтому пожалуйста подкрепляйте ваши доводы аргументы какими-то пруфами дали статьями законами и все в этом духе так а в частности следует определить встречное предоставление за услуги выраженные не в цифровой валюте а в некоем цифровом активе ца получается выпущен при выпущен определенной компанией например usdt выпущен тезер и здесь и циркла необходимо указывать реквизиты кошельков с двух сторон также важно понимать риски случае недобросовестного вашего контрагента так ну что делать если они заплатили окей заработная плата окей заработная плата кстати в криптовалюте ее запретили выблаты заработной платы на сегодняшний день вот именно там где есть речь конкретно о usdt вот прям так и написано usdt признан незаконными китайским судом вот ну понятно там китайская запретила все виды криптовалют на транзакция прошлом году все это знают да на этом было существенное снижение там 65 на 30 тысяч долларов по биткоину паниковали все в том числе и киты азиатские да и не только вот но некоторые фирмы по по-прежнему по-видимому все еще используют стейблкоин такие как usdt для оплаты труда своим сотрудникам и народный суд района чао ян пекина постановил что стейблкоины такие как usdt не могут быть использованы для выплаты заработной платы практику какую-то судебную практику если есть покажите пожалуйста также в комментариях был ли подобный случай в россии может вы что-то знаете где-то видели может у вас знакомые а встречались подобными вопросами да с какими-то сопротивлениями со стороны регуляторов вот может есть реальные дела но я пока откровенно говоря о них не слышал так далее так далее мы переходим с вами к материалу от 25 марта 2022 года так обмена криптовалюты это закон а криптовалюта цифровая валюта признается имуществом понятно то есть но в целом то что вот сейчас написано вы можете конечно нажать на паузу повторять все статьи все материалы будут в описании к этому видео разрешена ли покупка крипты за иностранную валюту обмен криптовалюта может нарушать федеральный закон 173 валютным регулированием покупка крипты за доллар является валютной операции валютной операции между валютными резидентами рф запрещены кроме прямо перечислен статьи 9 фс 173 таким образом покупка крипты между валютными резидентами рф с помощью иностранной валюты запрещена и за наличку из обезнал то есть еще раз таким образом покупка крипты между валютными резидентами с помощью иностранной валюты то есть если мы покупаем с вами условно стейбл коин юсдт или юсдс и за рубль согласно материалу окей да если за доллар ну значит не окей да получается так дальше централизованные стейблы например юсдс и юсдт на данный момент находится вне зоны регулирования то есть это материал о 25 марта фз оцефа то есть то что принимали в первом втором третьем чтении да это что подписал путин то есть пока что это вне зоны регулирования так здесь в принципе тоже написано то же самое что я вам показал статью иране так сейчас я вам покажу еще кое-что если стейблы вот это меня немного смущает скажу честно если стейблы действительно являются электронными денежными средствами можно считать что на них с 1 марта 2022 года распространяется запрет о зачислении резидентами иностранной валюты на свои счета открыты в расположенных за пределами территории россии федерации банках и иных организаций финансового рынка почему почему меня это смущает потому что теоретически да и на практике получается если мы с вами тратим на территории россии будущее являясь резидентами российской федерации рубли и рубли обмениваем на стейбл коин юсдс или юсдт то мы грубо говоря открываем счет то есть открываем счет на территории но в данном случае я думаю сша да если учитывать то что тут же компания цирков до регулируется и имеет активы обеспечения своей своего стейбл коина именно именно в долларе да вот то согласно этому указу президент российской федерации применение специальных экономических мер связи с недружественными действиями соединенных штатах в америке при примкнувших к ним стран ну и так далее в общем и получается нарушаем так ли это или нет напишите комментарии но согласно опять же этому запрету получается вообще запрещено покупать любой стейбл коин с 1 марта 2022 года за рублей правильно ли я понимаю или нет тут не то чтобы смотрите чтобы вы понимали тут не то чтобы речь о каком-то налогообложение тут речь скорее о том что мы с вами открываем счет на территории ну как правильно говорить согласно законам и так далее на территории недружественных стран на мой взгляд учитывая этот абзац который у вас перед экранами учитывая ну реальный указ там но я только что его показал да соответственно так же его оставлю в описании к этому видео на консультант точка ру а мы нарушаем получается нельзя до покупать тезер покупать usdt короче любой стейбл коин где есть имитент где есть имитент за рубли то есть не то чтобы обменивать доллар на usdt но и рубль обменивать на usdt и usdc запрещено вот меня это смущает и так ли это или нет тоже пишите комментарии давайте соответственно с вами на эту тему порассуждаем так по налогам что известно я сказал основные так далее этот материал также оставлю также оставлю здесь но я не вижу что-то прям сверх нового если вам лень тыкать ссылку поставьте на паузу пожалуйста зачитайте также были комментарии от сейчас найду секунду а были комментарии от кирилла пронина до глава департамента финансовых технологий cbrf так майнинг является предметом сферы ответственность банка россии тем не менее майнинг это один способ приобретения криптовалют в качестве платы вознаграждение за ту вариацию транзакцию которую выполняет ходе майнинга да то есть получается это оплата за услугу в этом плане легализация майнинга может обсуждаться но тут следует говорить ряд условий так не пронин не пронин меня привлёк а сейчас скажу кто брисов а брисов причем эта статья от 15 июля на сайте rbk.ru понятно президент путин подписал закон все это мы уже с вами проговорили все это знаете так и основатель какой-то компании юрий брисов уточнил что статье 14 закона прямо говорится что российские юридические и физические лица не могут получать оплату за товар работы и услуги цифровой валюте это понятно но опять же тут вопрос касается цифровой валюты если usdt и usdc за рамками этого закона на но есть вот этот указ вот этот то получается и usdt и usdc попадают под этот указ но не под закон о цифровой валюте я надеюсь меня сейчас все поняли да вот этот контекст и здесь я прошу как раз таки вашей помощи в разъяснениях давайте дальше так криптовалюта является цифровой валюты пояснил юрист таким образом осуществлять ею платежи на территории россии нельзя было и раньше уверен брисов понятно утилитарный токен и nfc 259 ввз вводил запрет на оплату только платежными токенами но не вводил запрет на другие законодатели решили что существующего запрета недостаточный надо конкретизировать но у цп уже да уже есть уже есть законе адвокат игорь гуськов по его словам принято изменения продолжают курс заложенный ранее фазе цифровых активов так что же так прошу прощения просто этот момент выделял но я его потерю то есть я вот так выделял но когда переключился у меня это все сбросилось поэтому я немножко туплю сейчас прошу прощения так в за а цифровый финансовый актив безоговорно запрещает принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления однако эта позиция сформировался еще до утверждение правительства концепции минфина а значит потенциально может быть скорректировано признан гусь признал гуськов нет 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 слушайте брисов по ходу здесь гуськом ничего также интересного не озвучили то чего еще не было значит в целом на этом все я думаю что на этом все и нам необходимо сейчас так скажем разобраться разобраться вот с этим указом почему я еще записываю это видео ролик да и спрашиваю у вас так сказать подсказки может быть с учетом моих материалов и с учетом тех материалов которые вы найдете а прояснить момент вы потому что согласно указу еще раз повторяюсь да получается когда мы с вами приобретаем за рубли неважно за доллары ну за доллары мы уже нарушаем да если мы приобретаем даже за рубли будущее резидентом являясь резидентом российской федерации стейбл коины которая не входит закон о цифровой валюты о цифровой валюте и в понятия да там цифровой финансовых активах то получается мы все равно нарушаем то есть мы открываем как бы счет это как я понимаю повторяюсь я могу как-то неправильно понять но есть вот это ответственное лицо в виде эмитента тезер либо циркл да то есть получается мы у них открываем счет при котором на этом счете а именно соответственно кошелек можно назвать это счетом да у нас есть там актив определенный актив определенная валюта то как где называет пусть будет там 500 usdc или 500 usdt то есть согласно этому указу получается мы нарушаем вот на этот вопрос ребят у меня пока что вот код конкретного ответа нет и так скажем нарушаемый закон или нет давайте с вами постараемся разобраться далее двадцать семь минут ушло на эти материалы давайте перейдем к актуальному по рынкам так давайте отдохнем немножко от статей от буквы от законов от путина и посмотрим на график биткоин и сдт по трендовому анализу у нас но глобально ничего не меняется то есть биткоин все еще там равен 20000 долларов торгуется сейчас 22 200 был некоторый позитив основанный на ну опять же как бы это странно не звучало на рецессионных данных вот есть факт снижения евро ниже паритета был до соответственно есть факт роста индекса доллара есть факт роста классических финансовых рынков до назвак удивлял нас в этот период пока не записывал обзор мы сейчас это все с вами также обсудим по биткоину смотрите у меня план кардинально и рост эфира я об этом забыл сказать да но тем не менее смотрите по биткоину точнее давайте продолжим а по фибоначо у нас идет просто импульс просто пока что вот в данный момент времени это коррекция эта коррекция от этого снижения коррекция на уровне 38 2 мы с вами смотрим d1 фибоначо то есть технически важный уровень по фибоначо это здесь то есть это район 24 500 27 с копейками сейчас я допускаю да по некоторым своим накоплениям в том же там премиум канале да и в целом по накоплением возможно некоторым долгосрочным инвестициям моим я допускаю то что при 100 процентной доходностью до соответствия буду продавать часть монет половину монет и оставлять бесплатные так скажем активы что имеется ввиду допустим купил за 3 продал за 6 50 процентов активов при этом забрал вложенные деньги и при этом у меня остались монеты средняя стоимость за счет этой манипуляции она стала выше да ну я надеюсь не нужно объяснять простые математические так скажем правила почему вот но при этом в рынке вот по всем фиксироваться долгосрочным каким-то инвестициям у меня планов нет как-то менять свой план по переводу фиата в bitcoin эфир тоже каких-то изменений у меня не предвидится на этих так скажем больших исторических возможностях и почему это возможности а также покажу в этом обзоре вот но здесь этот уровень сейчас максимально важен да с учетом черного лебедя кто-то мне пишет третья мировая война еще что-то в этом духе там прилетит супер кризис финансовый крах системы передел еврозоны распад ес и китай тайвань китай нападет или наоборот на китай нападут ну ребят вот этого негатива очень много его очень много сейчас вы можете об этом написать да ну поверьте у меня есть опять же повторяюсь агрегаторы агрегатор фундаментала у меня у премиум участников где все это в режиме онлайн выходит я все знаю о чем говорят на что смотрят какие есть риски да и в тот же опрос банков америка я вам сегодня выложил в открытый обзор в открытый канал прошу прощения стараюсь быстро говорить запинаюсь юльский опрос банков америка на сегодняшний день июльский не июньский июльский риск номер один все еще да это инфляция да то что инфляция останется с нами надолго в рамках этого контекста и этого риска я могу сказать так что 27 июля это важная дата да пройдет у нас заседание федеральной резервной системы где ставку могут поднять на 05 на 075 или на 01 сейчас консенсус прогноза это 075 консенсус прогноз больше склоняются до людей по свопам там соответственно 75 может быть и один процент то есть 100 пунктов сразу 100 пунктов 075 процента это 75 базисных пунктов вот я ранее сейчас не буду листать вверх я сообщил то что мне кажется не с какой-то там вероятностью повышенные пониженные все в этом духе мне кажется что джерома паула целом всей федеральной резервной системе необходимо поднять планку по инфляции потому что когда у тебя инфляция 919 и один процент год году уже говорить о стремлениях прийти к двум процентам ну ребят это уже странно это уже странно это глупо и все-таки ну стоит признать то что действительно действительно инфляция останется с нами надолго какая-то инфляция за исключением черно-белых лебедей что что я имею под этим что я подразумеваю под этим черно-белый лебедь это какой лебедь черно-белый лебедь это рецессия почему черно-белый потому что с одной стороны рецессия это плохо с другой стороны рецессия может привести нас к ослаблению ужесточения денежно-кредитной политики со стороны фрс да то есть когда я об этом говорил в принципе об этом эту тему никто не форсил да то есть прошло там уже больше месяца сейчас об этом также начинают поговаривать инвест дома и другие блогеры до включились резко соответственно эту тему поднимают но в целом рецессия может отыграть и в белую сторону нежели в темную да при которой у нас снизится инфляция может быть до нуля а до нуля она не снизится если не будет еще одного еще одной шоковой терапии в виде допустим той же пандемии оспы обезьян кови 19 покоя 19 есть материал определенный всемирной организации здравоохранения я покажу коллеги будут но до нуля спустить ее реально то есть такое может быть при остановке производства при остановке короче экономика как это было в кое 19 когда включили печатный станок и залили все рынки баблом триллиона долларов да там суммарно если брать все страны центральные банки это получилось там порядка 15 20 триллионов долларов влили влили в системы да вот то есть в целом и ранее я говорил что действительно это может отыграть как не черный лебедь а в данном случае черно-белый лебедь почему не белый черный но потому что конечно сам факт жесткой рецессии уронит рынке уронит то есть вначале это будет какой-то дамп конечно важно с каких отметок да если bitcoin завтра будет там условно 30 или 35 тысяч долларов то соответственно при факте уже определенной шоковой терапии мы можем увидеть там снижение с 30 обратно в 20 или с 35 там обратно в 20 тысяч долларов такое может быть да но если пока что мы видим с вами bitcoin 22 тысячи долларов то конечно при жесткой рецессии при какой-то шоковой терапии и любой той вероятности которую вы там своей голове до допускаете этом с учетом еще большего количества войн да или какой-то третьей мировой войны не дай бог ну конечно же это bitcoin не протестирует ровно 20 тысяч с текущих цен да и улетит куда-то на 100 естественно нет и снижение может последовать и в 15 и в 16 и и даже не побоюсь там отметки в 10 там 8 тысяч долларов может быть такое но при этом у нас есть белая сторона лебедя до белая сторона это та практика за 100 лет от федеральной резервной системы которая говорит и последнее подтверждение было в двадцатом году что если все плохо включаем станочек начинаем снижать ставочку да и соответственно заливаем все бабло а заливать баблом еще дальше годы десятки лет ну соответственно фрс может то есть они не уберут этот печатный станок станок никуда не растворится там тот же юань соответственно как многие пишут бывает мне в комментариях в личку пишу да вот станет резервной валюты ну ребят сколько сейчас каков процент использования юаня в мире но это порядка двух процентов или 18 где-то так 18-2 процент а доллара а доллар 58 процентов ну вы просто вдумайтесь представьте что должно произойти в мире и действительно какие события могут повлиять на то чтобы юань допустим стал резервной валютой мировой резервной валюты но естественно это должна быть некоторая война аналог аналог 32 мировой аналог 2 мировой да ну то есть мы приходим к выводу что следующая после 2 мировой теоретически может быть 3 мировая до считать я тоже умею 2 3 вот после 2 мировой соответственно доллар стал резервной валюты то есть соответственно чтобы юань стал резервной валютой недостаточно того чтобы там допустим в китае рос ввп а в сша не рос ввп ну конечно же нет поэтому ребят ну давайте я остановлюсь на этой темы на на этой теме да можно там еще пару-тройку пунктов перечислить скорее всего в телеграм-канал выложу а чуть позже ссылка в описании подпишитесь не забудьте второй риск от рецессии мировой экономики то есть да видите да на втором месте в целом у нас идет рецессия по вопросам вот поэтому это есть у нас называемый черно-белый лебедь объясню почему ужесточение дкп мировыми cb это уже третий риск ужесточение дкп связано с пунктом номер один это растущая инфляция рецессия связана в принципе с двумя этими пунктами при рецессии ужесточение дкп вот этот риск может уйти при рецессии и первый риск в виде растущей инфляции тоже может уйти то есть решение всех вопросов но по большей части как бы это странно может быть не звучало для многих это рецессия еще раз повторюсь свое мнение я считаю что в европе да вполне возможно уже сейчас она в принципе есть и инфляционный шок и жесткая рецессия в европе да может быть сша не верю то есть то что сша будет жесткая рецессия я в это не верю мягкая рецессия да спад производства два квартала отрицательный рост ввб замедление и все в этом духе да окей то что в сша сейчас резко все пойдет очень так скажем плохо да и это отразится на рынках финансовых классических на рынке акции сша это все в штопор куда-то упадет в ноль я не верю и не потому что у нас выборы в сенат как некоторые пишут да или говорят там видео обзорах то что перед выборами в сенат никому не выгодно чтобы рынок рухнул не поэтому целом потому что американская экономика на сегодняшний день это номер один это раз это все равно как ни крути номер один целом потому что доллар это мировая резервная валюта да в целом потому что при том что у нас сейчас по факту сыпется еврозона притоки бабла идут куда но не в китай же не в россию тем более притоки денег из еврозоны из 700 миллионные сколько там население сейчас европа 750 миллионов человек да если не ошибаюсь или 700 плюс минус там миллионов человек деньги идут в доллар как в убежище да и в долларовой облигации и в акции фондового рынка именно сша поэтому я не думаю что именно в сша по этим всего лишь трем причинам я могу назвать еще там 7 но повторяюсь давайте сейчас не буду затягивать обзор на час сорок на два часа вот или там включать уровень бог конспирологии там каких-то заговоров и все в этом духе я не буду буквально по этим трем причинам на сегодняшний день на мой взгляд невозможно чтобы сша там произошел какой-то крах так скажем финансовые системы о том что сша дадут венок резервной валюты тому же тому же китаю а успехи китая успехи китая на сегодняшний день хотя это успехами пока что тяжело назвать китая тоже более чем достаточно проблемой как показывают последние новости сводки новостей если вы за ними наблюдаете ли то в китае есть снижение роста ввп это уже проблема поэтому то рецессия которая будет во всем мире где-то она будет жестко той же европе где-то она будет мягко том же китае в том же сша и то есть по сути для сша и китая что-то сильно так скажем глобально не изменится для европы изменится многое но опять же давайте без конспирологии далее так далее а ну в целом по биткоину по крипте я здесь сказал что касается там черно-белого лебедя черного лебедя еще какого-то фундаментала который приведет bitcoin там условно к снижению зону 27 в район 16-13 500 тысяч долларов или даже ниже в при этом сценарии я говорил в прошлом видео позапрошлом видео да то что при этом сценарии возможно в двадцатых числах июля там вплоть до 10 8 августа именно я это называл жесть жесть я буду просто докупать я буду докупать криптовалюту только увеличивать наличие крипты в своих портфелях до в рамках плана перевода фиата в bitcoin или эфир я тоже буду это делать и апдейты будут в telegram в рамках роста повторяюсь какие-то активы какие-то я зафиксируюсь именно в рамках продажи 50 процентов зафиксируюсь даже для того чтобы вам дать понять что это самый простой способ снять напряжение со своей кукухи из головы да то есть и не париться за то какие цены будут там условно завтра послезавтра а то есть мы вложенные деньги забрали у вас есть монеты эти монеты никуда не денутся то есть средняя понятно вашего грубо говоря захода монету она выросла но глобально она все равно низкая а дальше вы можете на оставшуюся часть монет поставить любую хотелку там условно я не знаю эос по 90 там мир по 30 солана обратно по 200 там эфир по 25 тысяч долларов то есть на оставшиеся монеты проще сделать какую-то то какой-то таргет при котором вы скажете нифига себе вот это вот это отработала инвестиция на дальняк на дистанцию 23 окей 24 хорошо не будет 24 значит потребуется ждать еще дольше 25 но вам нужна эта самая цель при которой вы просто уже начнете так скажем отдыхать у того или иного актива в которых вы провели эту самую манипуляцию манипуляцию которая повторяюсь психологически снимает давление с вашей психики с вашей головы это очень важно особенно это касается новичков далее так далее по зонам дисбаланса по локальной цели локальной цели я объявлял не вчера не сегодня да то есть еще на минимальных значениях и в принципе там ниже 20 тысяч долларов еще раз ее а еще раз ее озвучивает район вот этой зоны сопротивления причем эта зона сопротивления обратите внимание на 26 тысяч долларов да то есть порядок центом район 27 тысяч долларов это тоже самое что по фибоначчи 61 8 то есть при этих значениях при этих значениях соответственно я считаю что я считаю что эта цель эта зона будет достигнута или там 26 копейками будет достигнута до конца августа через возможно до повторяюсь не точно естественно мы в криптовалютном рынке здесь ничего точно быть не может через определенные еще какие-то проливы какие-то коррекции почему потому что ну смотрите у нас он во первых например вчера я повторяюсь дав telegram все апдейты допустим как пример вчера вчера да я писал это 0 0 26 соответственно уже был сегодняшний день но в общем вчера была новость о том что apple планирует сократить расходы в некоторых подразделениях чтобы справиться потенциальным экономическим спадом пишет bloomberg это повлияло на s&p 500 на финансовый классический рынок если это повлияло на финансовый классический рынок это естественно повлияло на bitcoin да и мы увидели с вами снижение там с отметок 22 700 до ну более чем на 1000 долларов незначительно до s&p 500 сейчас но более-менее восстанавливаться но тем не менее можно прийти к выводу которому можно было прийти еще несколько лет назад может кто-то еще не понял да но финансовый классический точнее bitcoin коррелирует с финансовым рынком что дальше дальше у нас сегодня будет отчет netflix я постараюсь да если не пропущу выложу в телеграм-канал это из фэнгов из крупных компаний да у нас завтра то есть 20 июля будет отчет тесла это еще более интересно да потому что в принципе в отчете может быть какой-то факт докупки криптовалюты допустим докупки биткоина на баланс компании или наоборот даже продажи или просто будет плохой отчет при котором тесла начнет валиться а тесла занимает приличный процент до от того же s&p 500 если тесла начнет снижаться сильно снижаться то это потянет за собой s&p 500 и тем самым потянет за собой bitcoin google 25 июля amazon 28 июля кстати и 28 июля у нас выйдут данные по ввп сша где мы узнаем с вами есть ли вообще рецессия а в соединенных штатах америки до официально два квартала отрицательного роста ввп это уже рецессия прошлый квартал это минус 16 до текущий квартал апрель-майюнь получается до апрель-майюнь соответственно пока у нас данных нет они выйдут 28 июля поэтому не забываем про эту очень важную дату в целом 20 числа июля может довольно сильно трясти ну и facebook meta 27 июля у нас соответственно будет отчет причем отчет в день заседания фрс то есть мы приходим к самым жирным мощным датам это 27 28 июля новые даты а также озвучу они тоже есть тоже есть вот то есть поводов еще раз показать так скажем по факту плохие отчеты что может повлиять на s&p 500 они есть то есть рост волатильности и с рот ну и с ростом того же биткоина да и со снижением биткоина то есть вот здесь мы можем еще ходить верю ли я в то справедливым будет ответить на так скажем заочно ваш вопрос верю ли я что на каком-либо отчете в том числе на плохом отчете tesla bitcoin пойдет там условно на 15 200 16 14 тысяч долларов я считаю что нет да если в tesla сообщат о том что они продали bitcoin в убыток я думаю как пить дать мы обновляем лой 17 500 я думаю что я не знаю честно но я не могу сказать за илон маска довольно харизматичная неоднозначная фигура в том числе причастная к пампам доги coin что у него в голове и на чем основу основывается основываются его решения да но я не буду гадать тоже ваше время тратить и тут думать а может так а может и так а что касается зон ребят еще в обзоре да то есть я вам давал сетап вот здесь ну здесь мы торговали сдавался то пробой этой зоны продавца мы ее пробили хорошо закрепили здесь я сказал что буду искать ланге можно искать ланге заходить сделки со стопом с ликвидации минус 10 процентов за этими лаями то есть я здесь сделки в ланге здесь соответственно сделка не минуснулась то есть я позицию не потерял 20 500 максимально здесь можно было забрать сто процентов вот я не закрыл пока что я не закрываю эту сделку постараюсь попробую по крайней мере поддержать может быть поставлю здесь без убыток кто заходил в рамках бесплатного открытого видеообзора сделку и вам не снесло позицию соответственно но тоже решение конечно принимайте сами может быть додержите до 120 тысяч долларов вот ну условно да может быть всякое вот но тем не менее вблизи стопроцентной доходности по сделке и выше соответственно это зона для фиксации да дальше я лучше там пересмотрю точку входа зайду в другую точку входа да и соответственно и все вот и здесь важно соблюдать money management я там 23 раза об этом говорил да то что если я говорю о ликвидации это не ликвидация всего депозита это ликвидация той денежки конкретной денежки которые вы закладываете сделку под определенный займ еще под плечо я имею ввиду да если это с десятым плечом то минус 10 процентов ход цены от вашей точки входа в зависимости от позиции лонг это или шорт вас ликвидирует повторяюсь ликвидировать должен должно именно ту денежку который входит в рамки вашего риск менеджмент money менеджмента я что в премиум что могу вам сейчас еще раз повторить вам необходимо отталкиваться даже не от процента депозита а вам необходимо отталкиваться скорее от как от конкретной суммы денег которую вы готовы терять причем не думать наперед о том что вы сколько можете заработать думать вперед о том что сколько вы готовы терять если эта сумма условно 400 долларов в месяц спокойных потерь спокойных повторяюсь потери значит 400 до 400 долларов можете поделить по 100 баксов на 100 баксов заходить сделку 4 сделки в месяц то есть еще раз вы можете себе позволить потратить потерять как угодно 400 долларов в месяц и при этом вам не сорвет резьбу я надеюсь все поняли если вы думаете о том что вот я там лучше не 400 долларов там условно 4000 долларов а у меня депозит там условно 20000 долларов да это приличный процент от депозита но зато я заработаю 20000 долларов там условно не думайте о том сколько вы заработаете да в первую очередь сколько вы готовы терять то есть если вы не готовы терять 4000 долларов в месяц то не лезьте потому что лучше заранее думать о потерях чем о прибыли за прибыли вообще легко думать думать о том сколько вы заработаете там иксы десятки иксов сотни иксов то что встанет миллиардер там выкупите монако весь об этом очень легко думать и могут быть вам и сны такие с ней снятся да вот но тем не менее думайте об убытках и вы увидите изменения реальные изменения ваше мышление которое касается именно маржинальных маржинальной торговли вот поэтому у меня такой расклад меня такой расклад позиции есть здесь не снесло здесь доходность близко к ста процентам и ну потому что 10 плечо соответствия попробую посмотрим до подержать сюда но очень большие риски очень много рисков на то что не хватит то есть не хватит пока что запала двигаться в эту область с учетом даже элементарно вот этих данных я уже не говорю про заседание фрс я не говорю про 28 июля про ввп даже с учетом отчетности у нас могут быть такие волатильные движения с возвратом с возвратами в эту область вот но тем не менее позиция пока есть возможно поставлю без убыток это очень коротко я постарался с учетом ну так скажем с блоком психологического вот этого момента важного а показать что у нас по так скажем локальной картине что касается зоны дисбаланса вы наверное смотрите не понимаете почему мне зоны продавца стоит где зона покупателя я не вижу зоны покупателя вот в этом раздрая вот в этой проторговки я не вижу зоны покупателей я увижу четкую зону продавца здесь пробой уход более двух диапазонов тест кто вообще не понимает о чем речь ребят в открытом телеграм-канале в закрепленном сообщении есть обучающий видеоролик по зонам дисбаланса там что шартовые зоны что лонговые зоны принципе вы научитесь строить если его посмотреть повторяюсь закреплено сообщение телеграм-канале ссылка на телеграм в описании вот я здесь ничего не вижу вот эту зону я вижу здесь был тест здесь был фундаментал за то что белый дом предупредил о том что будут плохие данные по инфляции вышли плохие данные по инфляции соответственно мы увидели почему-то может для кого-то окажется странным но мы увидели рост но опять же эту странность я объяснял тем что в данные по инфляции не входят не входит повышенная волатильность по нефти есть не учитывается то что нефть упала ниже 100 долларов за баррель это все еще старые отметки там свыше 120 поэтому в принципе не было такой паники есть там слив s&p 500 или там биткоина того же все крипты куда-то куда-то сильно низко вот поэтому максимально важными данными будет являться уже обновление с учетом цен на нефть хоть нефть сейчас уже опять 103 доллара но тем не менее до данные которые выйдут в августе за июль месяц и данные которые выйдут в сентябре за август месяц ребят это по биткоину так сейчас давайте проверю звук все ли в порядке идет вроде бы все окей я надеюсь и давайте перейдем отдохнем и графиков к ним потом еще снова перейдем получится длинный обзор а к материалу произвести кстати можете почитать и ближайший у нас тесла на среду завтра у нас будет отчет я его выложу также в telegram канал трейдер 80 на 20 готовьтесь готовьтесь коллеги материалов много надеюсь лайк вы уже влепили работа так скажем проведена немало говорить быстро я стараюсь надеюсь у вас включен ускоренный режим воспроизведения то на что я обратил внимание за ну буквально там пару-тройку дней во первых из негатива но опять же то что можно отнести к возникновению потенциального черно-белого лебедя это то что воск констатирует новую волну коронавируса в европе и призывает оперативно принять меры причем эти призывы также касались снова масочного режима во всем мире независимости от того в какой вы стране живете гражданином какой страны вы являетесь рекомендация воз было касалось именно всех стран носить снова ввести масочный режим здесь речь про коронавирус не про оспы обезьян это берем так скажем на заметку я за этим буду следить опять же материалы буду в telegram кидать тем более особо важные максимальные мы знаем с вами что было в кое 19 поэтому это важно далее ну мвф предупреждает о резком замедлении европейской экономики случае прекращения поставок российского газа это то это тот такой самый яркий самый очевидный может даже части банальная риска которым сейчас все говорят что может до случиться с европой что уже происходит с европы потому что меня есть в европе в ряде стран есть знакомые друзья и в принципе они ну мы с ними общаемся да и в принципе то что показывают в telegram каналах но я не знаю в большинстве telegram каналов так скажем на самом деле много правды там относительно рекомендации по ограничению по воздержанию там допустим выбросов или как правильно сказать выкидывать еду даже уже есть рекомендации не выкидывайте еду потому что не понять что будет завтра вот относительно там экономии электроэнергии да и все в этом духе то есть действительно многое то что ну вы видите смотрите на самом деле это правда ну конечно мне не в каждой стране есть знакомые товарищи и все в этом духе но тем не менее я больше получил именно подтверждение нежели опровержение евро сегодня вырос евро ребят у нас сегодня вырос и это также так скажем у некоторых позитив не то чтобы прям ультра позитив на долгосрочный позитив для еврозоны или для биткоина связь евро с биткоином я объяснял прошлом видеоролике можете его посмотреть но тем не менее евро сегодня в принципе в эти дни подрос неплохо на 2350 пунктов от паритета от 1 как сказать от единицы короче от паритета с долларом да где-то один доллар равен одному евро 2300 пунктов и мы с вами сразу же бросаемся смотреть на индекс доллары мы видим с вами раскорреляцию до чистейшую раскорреляцию с ростом евро и снижение индекса доллара на 2 и 6 процентов довольно серьезное снижение кстати даже если в историю далеко не уходить такие снижения не происходят там чуть ли не каждый день последнее снижение в мае было чуть более там внутри с половиной процента да сейчас снижение на 2 и 6 процента пока что говорить о том что все индекс доллара закончился своим ростом да и соответственно мы сейчас там польемся куда-нибудь в отметку 80 пунктов пока что рано но в целом если хотите знать мое мнение но некоторые прогноз а то я считаю что 27 28 июля это будет так скажем конец короче июля на заседание фрс на поднятие ставки на 75 пунктов либо на 100 пунктов плюс данные по ввп это будет последний период когда доллар опять же повторяюсь на мой взгляд когда доллар куда-то еще может быть стреляет я думаю что индекс доллара недалек от своего топа может быть как раз таки отработает эту фибоначчи да потому что по индексу доллара это цель я давал еще очень давно очень не помню там восемнадцатом или в каком ну не восемнадцатом двадцатом году на первый раз то здесь цель район 110 110 и 111 хотя уже здесь в принципе 110 практически было 111 и 9 112 плод до 114 вот эта цель по этой неделе фибоначчи я считаю что даже если повторяюсь конце июля и будет какой-то рост в эту область то я считаю что это будет уже финал такой прогноз по доллару локально я не помню хоть убей в открытом говорил канале или нет и локально я считал что 109 110 и откат принципе вот здесь 186 109 и 2 вот здесь и откат и укрепление небольшой евро и укрепление евро по евро я затрагивал повторяясь тем в прошлом видеоролике более подробно приходите к нему и по таймкодом вы найдете да то есть еще раз фрс сокращение прошу прощения смягчение ужесточения дкп естественно повлияет и на евро почему еще евро укрепилась ребят а вышла также новость и у нас важная дата 21 июля фиксируем записываем и cb евро вырос на сообщениях о том что и cb рассмотрит вопрос о повышении ставки на 50 базисных пунктов на этой неделе а если быть конкретным то где это короче то 21 июля до 21 июля вот у меня написано по материалам 21 июля заседание цп решение поставки в 15 15 важно быть в telegram я озвучу решение ецб поднятия ставки вид и короче понятие ставки в евро зоне до соответственно как и реакция допустим того же индекса доллара на поднятие ставки сша от фрс влияет позитивно ну позитивно не для рынков европейских позитивно для укрепления евро вот но евро зоне как это модно сейчас стало говорить везде и вся и в классических каких-то финансовых каналах и в любых абсолютно на изданиях в зарубежных российских снг любых короче да то что евро скатится там куда-то в 0 060 070 080 090 я считаю что евро ниже я говорил вроде бы да я считаю что евро максимум куда дойдет максимум это район 096 ну пусть будет 093 что касается 080 там 070 060 я считаю что да я считаю я понимаю я же но адекватный человек то я понимаю что это может произойти но без так скажем на мой взгляд повторяюсь но без военного конфликта или другими словами если военный конфликт между россией и украиной не вступит может быть одно или ряд государств из евросоюза ну или великобритания которая не в евросоюзе по факту да или я не знаю на то не дай бог то соответственно ну понятно что мы можем получить в принципе там и 06 07 08 вот но пока что при текущем фундаментале и при перспективах каких-то глобальных потрясений экономических в еврозоне на сегодняшний день все может поменяться я считаю что пока что 096 093 и что немаловажно с учетом того что фрс подняв ставку 21 7 июля по крайней мере неважно 100 пунктов 075 конечно желательно 75 общих по хорошим пусть поднимают на 100 чтобы был разбег для снижения ставки на будущих заседаниях но тем не менее снижение ставки от фрс прямо или косвенно как вам удобно да сейчас объяснять не буду почему повлияет на евро да повлияет на рост евро по отношению к индексу доллара тем более если еврозона будет поднимать ставку а сша будет снижать и мы увидим с вами раскорреляцию уже при которой будем в основном смотреть на евро где будет евро расти индекс доллар будет снижаться а снижать ставку ну опять же пока об этом рано говорить вот и смотреть там на инверсии тему версия тоже уже раскрывал сейчас не буду повторяться вот но тем не менее по крайней мере фрс федеральная резервная система намного ближе по факту находится к тому периоду при котором они начнут снижать ставку чем евросоюз евросоюз ну им еще и поднимать и поднимать ставку вопрос с рынком долго южных стран ну до конца не решен я считаю что сша тем или иными способами так скажем поможет по сути евро это что такое евро по сути евро это фантик на долларе если можно так сказать может кто-то понял может нет но опять же тему давайте пока что я оставлю вот поэтому все зависит от доллара многое зависит от фрс многое зависит сейчас от геополитики я это понимаю да и что-то я могу не предсказать так скажем в принципе мне такой цели стать какой-то банга и все в этом духе я делюсь своим мнением каждого мнения так скажем свое кто-то скажет дим ты прав кто-то скажет дим ты не прав мне без разницы что вы скажете по большей части да потому что я записываю видеоролики чтобы поделиться своим мнением не ради того чтобы вы сказали да прикольно классно дим ты тут вообще прям в точку я тоже так считаю не ради этого я записываю видеоролик я делюсь своим мнением чтобы вы так скажем были в курсе или по крайней мере чтобы у вас была пища для ума направление в котором ну по крайней мере можно искать какую-то если можно так выразиться логику в рынках да потому что многие любят логику который не работает да и там доллар должен нам bitcoin должен вырасти на 120 тысяч долларов что всех оставить за бортом или bitcoin должен упасть там на 10 тысяч долларов чтобы всех побрить вот эту всю хинею химеру любите в общем а фундаментал как показывает практика многих лет многих лет на сегодняшний день и там во всех периодах он максимально важен поэтому я показываю куда можно думать куда правильно думать да и какие выводы можно сделать какие выводы можно не делать или делать лично вам но это ваш повторяюсь извини за тавтологию лично ваше дело по евро я сказал далее мы переходим к следующим материалам инфляция в е.с. ну по инфляции еврозоне вновь новые максимумы 86 год году против 8 и 1 месяц им ранее то есть инфляция там растет какое может быть решение ну опять же пора поднимать ставку пора поднимать ставку просто так понять ставку как показал практика в евросоюзе невозможно потому что опять же рынок долго посыпется там есть уже определенные инструменты которые будут я уже говорю да выкачивать ликвидность из северных более крепких экономик в южные вот но тем не менее еще важно чтобы фрс побыстрее подняли ставку побыстрее увидели какую-то рецессию мягкую жесткую ну покажет время да но тем не менее и начали снижать ставку тем самым чтобы у евро был разбег на поднятие ставки да в е.с.б. такое может быть целом такой сценарий возможные от работы далее кстати что касается ставки есть трейдер ну то есть как пишет блумберг до поставил против повышения ставки фрс на 100 пунктов 150 миллиардов долларов то есть пятницу в ту пятницу да ну вот которая прошла кто-то купил октябрьские фьючерсы номинальной стоимостью 150 миллиардов долларов привязана к базовой ставки фрс овернайт цена фьючерсов как ожидается изменится на юльских и сентябрьских заседаниях сделка ознаменовала с собой ставку на то что финансовые рынки зашли слишком далеко с поднятием ставок оценив увеличивающиеся шансы на то что центральный банк повысит свою ключевую ставку на целый процентный пункт на одном из двух заседаний то есть эта ставка на то что не будет понятия на 100 пунктов 150 миллиардов долларов далее что касается вообще поднятия ставок центральными банками всех можно сказать государств то оно самое агрессивное и быстрое за последние 20 лет самое агрессивное и быстрое повышение ставок сейчас поэтому все разговоры о том что там кто-то тормозить там не поднимает ставку что все очень медленно они сейчас но не актуальны даже исходя из вот этих фактов на то что повышение ставок самое агрессивное еще более агрессивно она станет если фрс поднимет ставку все-таки на 100 пунктов 27 июля это может до отыграть снижением забегая вперед отвечая на ваш вопрос и здесь больше есть сохраняется этот риск как раз таки вот на эти 27 28 числа о том что еще рынок пошатает вот а 0 75 уже в рынке 100 пунктов это тоже черно-белая краска лебедя потому что с одной стороны 100 пунктов это плохо а с другой стороны поднять отставки на 100 пунктов даст в будущем недалеком будущем запас хода для фрс для снижения ставки сейчас 1 и 5 1 75 куда снижать куда вы будете снижать ставку она и так низкая при с учетом там инфляции 9 1 процент скажет наблюдательный подписчик я соглашусь но тем не менее там то что ставку поднимут до инфляционных данных до 9 процентов но это полный бред тогда миру точно хана наступит такого не будет так аналитики также отмечают что есть признаки валютных войн ну ладно сейчас об этом не будем далее а какие материалы еще на какие материалы я обратил внимание шарты во фьючах кстати на s&p 500 на сегодняшний день достигли исторически эпических размеров представляете да то что сейчас на s&p 500 все поголовно можно сказать шорт позициях и еще по ранним материалам я вам показывал минимальнейшая за всю историю количество лонг позиции то есть сейчас большинство опять же консенсус прогнозы консенсус вот эти все сообщения до в общее настроение плюс ваше настроение то что вы напишите о том что миру хана там грядет там какой-то передел финансовый крах и все в этом духе то согласно даже банально этим данным этим а их может быть там двадцать семь условно метрик а при котором вы думаете впрочем как толпа как толпа вот и все до консенсус прогноз то что все будет плохо рисков очень много все будет хреново все умрем там с голода и все в этом духе далее опрос банков америка прошел давайте это я ну соответственно не все показывал в открытом канале а продолжается полный рисков на рынках количество мировых управляющих берущих повышенный риск на рынках упала до исторически низкого уровня ниже чем при кризисе 2008 года то есть сейчас ребята историческое время историческое время на мой взгляд возможностей естественно все мы можем оказаться неправо и действительно там грядет апокалипсис да но тем не менее сейчас конечно можно подготовиться сделать анализ того что происходило в восьмом девятом году и вам домашнее задание да кто особенно сейчас в панике сидит и пишет комментарии о том что все будет плохо ну идите почитайте что было 2008 девятом году ребят там такие материалы были то есть я некоторые смотрел там не то чтобы все будет плохо там все конца и края не было видно этим негативным статьям прогнозом рейтингом там понижали это все дату и все там все банки там вот этот lemon brothers там все это ну как сказать просвета не было короче вообще а сейчас даже такое время что вот по этой метрике по крайней мере даже хуже вот поэтому я не знаю естественно как любой адек взрыв взрослый но пусть будет адекватный пусть будет смертный человек действительно время ли это возможности или это время когда пора уносить ноги но я делаю выбор при подобных ситуациях я инвестирую когда как говорится льется кровь до соответственно необходимо инвестировать быть жадным до инвестиции быть жадным до покупок когда эйфории соответственно продавать это очень банально но это всегда работает ситуацию можно описать как полную капитуляцию на на рынке на пессимизме по поводу экономики полная капитуляция в головах и на рынке июльский опрос банков америка рецессии мировой экономики сейчас уже консенсус среди мировых управляющих все что касается рецессии на сегодняшний день консенсус и единственное что меня смущает на этот счет а будет ли рецессия когда все думают что будет рецессия а будет ли она по факту с одной стороны можно сказать что нет а с другой стороны почему большинство думает о том что все то есть рецессии ну где-то жестко где-то мягко давайте я сейчас не буду опять же повторяться но тем не менее почему так происходит потому что опять же те же чиновники абсолютно любой стороны практически я уже молчу про евросоюз этом каждый первый об этом говорит что вот у нас рецессия мвф там ну все 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 говорят рецессия 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 я писал в телеграм почему почему так а почему людей пугают потому что все помнят уроки инфляционного шока да когда практически все поголовно говорили до инфляции до инфляции не будет то есть инфляция да чуть выросла но это временно временная инфляция тоже жиром паул фрс и представители и цб то что все окей а не переживайте сейчас проще всем абсолютно всем в том числе и чиновникам абсолютно любой страны неважно какой величины лидера государства да или там министр финансов представители центрального банка сказать что да рецессия возможно или мы уже в рецессии или будет все плохо потому что если они так не скажут потом полетят камни а если они так скажут они могут потом оправдать оправдаться как по крайней мере хоть как-то и сказать мы же вас предупреждали то есть на мой взгляд как я думаю да они научены да то есть уроками прошлого потому что сейчас в них летят уже который месяц камни за инфляцию за инфляционный шок мировой но это на мой взгляд опять же если исходить ну хоть из какой-то так скажем логике того что сами чиновники пугают людей юльский опрос банков америка мировые управляющие продолжают увеличиваться в кэше увеличили долю кэша в портфелях до максимума с 2001 года это опять же подтверждает тот факт что сейчас консенсус прогноз что все будет плохо на то есть максимум с 2001 года когда был крах доткомов то есть мы уже обновили 2008 12 16 20 год ковид-19 2003 мы уже мы не приблизились к значениям там 2001 года да то есть того же нулевого года вот когда был прям крах крах там сколько 52 от 50 процентов до 85 процентов рухнули рынке сейчас не так естественно тем не менее но тем не менее вы все сами видите далее 4 но 4 я вам показывал все основные риски я этот материал выложил в открытый канал дальше еще раз назову важные даты помимо тех которые я уже называл и отчетов отчетов повторяюсь это 21 июля заседание и cb как раз таки будет решение поставки как раз таки по этим слухам о том что будет подняли ставки на 25 либо 50 базисных пунктов и растет евро и снижается индекс доллара плюс 3 августа 3 августа будет заседание опек плюс конечно байден провалил переговоры скажем к сожалению я не знаю правда или нет подставать журналистов еще было где спросили президент байден саудовская аравия все еще остается изгоем ну или как это так что-то в этом духе да все возможно я там дословно не совсем правильно перевел но суть не меняется причем задавал вопрос именно американский журналист по моим сведениям подставили байдена при этом здесь но вы видите я сейчас не буду показывать при этом саудиты сидят улыбаются в общем договоренности как я понял каких-либо не достигнута хотя джером прошу прощения джо байден при этом сказал то что был продуктивный ряд встреч с саудовской аравии заключили несколько крупных сделок с саудовцами и все в этом духе вот но при этом джо байден заявил тот же день что считает наследного принца саудовской аравии ответственным за убийство журналиста хашкаджи да и и не жалеет о своих прежних угрозах превратить саудовскую аравию страну изгоя в связи с убийством журналиста причем журналист саудовской аравии и сейчас я вам покажу эти материалы или журналист или помощник саудитов сейчас не вспомню но будут материалы повторяюсь да сказал что такого не было не знаю кому верить или нет ну как итог его отшили но саудиты ну на мой взгляд повторяюсь да что-то подкину сша исходя из принципиальных интересов именно своего государства именно которые они не способны реализовать сотрудничать с другими странами так далее переходим к материалам дальше а что касается опять же настроение а что говорят банки что вообще по рынкам да чтобы у вас сейчас выстроилась некоторая полная картина на 19 июля 2022 года goldman sachs высокая вероятность рецессии сша то есть не единственный банковский гигант который говорит о том что вероятность рецессии высокая кто-то говорит 23 год кто-то 24 кто-то говорит здесь и сейчас мы уже в рецессии да в целом этот хайп как видите и сегодня в подтверждение этому и golden sachs опять в очередной раз говорит то что мы в рецессии дальше волс рижерном о чем пишет бум на мировом рынке недвижимости задухает по мере роста ставок и здесь ребят есть некоторый позитив потому что рынку недвижимости по крайней мере мере сша ну по хорошему желательно рухнуть по хорошему да потому что это также может повлиять будущем на инфляционные те же данные по хорошему рынок недвижимости еще не остыл им необходимо не то чтобы затухать необходимо чтобы цены значительно снизились это может касаться и нефти который сейчас 102 и 3 вот ей нужно необходимо быть так скажем в течение двух-трех месяцев ниже 100 долларов за баррель вот это может касаться и отчасти цен на сырьевые рынки в целом на все и нами и включая те же металлы вот включая фактически цены на уже продукты готовые такие как но в сша да если говорить о бензине о снижении цен который идет более 30 дней на сегодняшний день вот снижение цен на дизельное топливо потому что основная болячка в той же сша и в той же европе это именно цены на энергоресурсы вот но есть еще определенная проблема связана с рынком недвижимости рынку недвижимости необходимо снизиться может быть рухнуть но опять же это в контексте наверное можно отмотать немножко назад да еще раз пересмотреть отрывок про черно-белого лебедя поэтому рынок недвижимости я бы включил моменты связаны с рецессией с какими-то последствиями до от фактической рецессии а же так дальше в среджорном ожидается что фрс повысит ставку на 0 75 процента в июле среди членов фрс нет активной поддержки повысить повышение на один процент в июле это не от балды информация от волстрит журнал эта информация исходя от выступлений председатели фрс я не буду их показывать их было немало в целом основная поддержка есть за 75 пунктов нет за 100 пунктов волстрит журнал инвесторы ожидающих хороших отчетностей в этом сезоне могут разочароваться по первым отчитавшимся компаниям уже видно что замедление экономики и инфляции бьют по прибылям это риск как раз таки касается ну кстати goldman sachs там был неплохой отчет но это банк в двадцатых числах я показывал в этом видео обзоре нас сильно интересуют именно а технологические гиганты фенге плюс тесла да потому что опять же снижение хреновый отчет может ударить по s&p 500 до тем более снижение актива бьет по s&p 500 и s&p 500 бьет по биткоин поэтому волатильность повышенная с 20 по я думаю 8 10 августа я думаю она гарантирована новый случай кует в китае продолжают расти после массового тестирования негатив для китайской для китайского но в целом для китайского рынка для китайского ввп и я не знаю взял я этот материал или нет но в китае также есть звоночки есть статистика не очень тешительно про снижение темпов ввп вот но при этом банк китая до регулятора китая китая все чаще начали говорить хоть и нет там каких-то ну по крайней мере есть там вербальная интервенция за то что будут поддерживать рынки вот но серьезных объемов в рынок регулятор не вливает до сих пор так блумберг новый случай случай код в китае продолжает расти после массового тестирования это озвучивал прошу прощения за повторение глава банков америка фрс должна замедлить инфляцию соответственно интервью было дано каналу синбиси опек плюс вероятно сделать еще одно скромное увеличение предложения на своей следующей встрече а именно 3 августа 3 августа важная дата но как я озвучил ранее да но уже очень много вопросов к тому что сделают саудит вот если это все так скажем фейковая информация о том что байдена все-таки с саудитами ни о чем серьезно не договорились то увидим с вами увеличение добычи нефти может быть незначительно в общем давайте я здесь не буду озвучивать какой-либо прогноз в этих вопросах я не являюсь там даже близко каким-то экспертом потому что опять же опек плюс нефть это все очень близко политики геополитики на сегодняшний день да и в принципе всегда это было поэтому давайте дождемся 3 августа и там будет а там будет итог там мы все узнаем но нефти ни в коем случае нельзя уходить опять выше 110 потому что нефть выше 110 115 тем более за баррель может похоронить в целом какой-то рост теоретический который прогнозируется там мной или кем-либо на несколько месяцев вперед вплоть до глубокой осени так цены бензин падают на падающих ценах то в товарных рынках и на опасениях по поводу рецессии ничего нового в этой информации нет моргана голдман считают что ралли на рынок может быть кратковременным то что происходит здесь и сейчас риски все еще сохраняют тем более в рамках опроса банков америка который я вам показал это именно инфляция и рецессия ну опять же если говорить о о сми то что они форсят да вот это как говорится фундаментал рост вообще в целом нефти обуславливают провалом переговоров байдена с саудитами да то есть и пробой там рост нефти но об этом писал это об этом писалось здание за гардин и cb а заседание которое состоится 21 июля сталкивается со множеством препятствий риск прекращения поставок газа кризис итальянского правительства рекордная инфляция и очевидно высокие ожидания рецессии вот ну в принципе все что мы проговорили я проговорил и говорил по поводу еврозоны здесь в одном предложении так скажем уместили голдман период тишины байбеках на рынка сша скоро закончится после сезона отчетности в июле прогноз подъема байбеков на третий квартал 300 миллиардов долларов неплохой прогноз кстати я хочу заметить и отметить тот факт да то что байбеки на падающем рынке они были то есть понятно что сезон отчетности там во время сезона отчетности байбеки запрещены как только сезон отчетности заканчивается да соответственно байбеки вернутся это определенный драйвер для роста рынков но опять же если говорить о байбеках которые были по факту на снижение всех финансовых рынков то это тоже плюс в копилочку того что текущее время это время возможности потому что корпораты опять же на исторической сводке если этот момент изучить на снижение рынков во время краха того же 8 9 года уровень байбеков не рос а в этот кризис текущий кризис текущее снижение smp 500 nasdaq криптовалютного рынка уровень байбеков только растет чего многие не понимают на сегодняшний день и больших комментариев по этому поводу не дают мой же комментарий основывается на том что я считаю что я считаю что это время возможности если очень коротко почему очень коротко но обзор идет час 23 мне уже язык сводит поэтому я постараюсь ускориться если вы позволите так вот смотрите вот министр кстати я сказал журналист я оказался ну так сказать неправда забыл этот момент министр именно вот этот министр давайте не буду выговаривать присутствовал на встрече байдена с принцем коронованным принцем в общем наследным до мухаммедом бен салманом 9 июля однако он не слышал упрек американского лидера в адрес бен салмана на что байден заявил что саудовской министр врет то есть упрек имеется ввиду относительно убийство журналиста а в саудовской аравии вот но байден сообщил о том что саудовской министр врет я не знаю опять же не буду сейчас на кого-то вешать там ярлыки и говорить что он прав он виноват то есть мы не в детском саду есть такая информация который я решил на который я обратил внимание решил вам показать что касается байдена правосток в том числе с учетом уже после того как он приехал обратно в сша он сообщил о том что сша все-таки несмотря на какой-то который мы все равно не знаем конечный результат нам никто не скажет не доложит да результат саудовской аравии байден сша останутся он заявил что сша останутся активным партнером для стран ближнего востока и не позволит чтобы их место заняли китай рф или иран это было заявление байдена поэтому исходя из этой информации из исходя из его официального заявления после встречи а с саудитами и исходя из того что саудовская аравия по факту его все-таки приняла и переговоры все-таки прошли я считаю что все-таки уже какой раз говорю все-таки но какое какие-то подачки по крайней мере подачки пусть будет так назовем это так от саудитов сша будут а может быть и не подачки я считаю что все-таки все-таки какие-то договоренности действительно влияющие на цены на энергоресурсы может быть не сразу может быть не завтра и не через час они будут а в целом это все материалы на сегодняшний день но буквально там за два-три дня я вам их показал какие-то материалы я мог не показать и это будет соответственно в телеграм-канале ну кристин лагард удваивает усилия по заключению сделки по еще незавершенному инструменту то есть инструменту это тут речь про речь именно про поддержку как раз таки рынка долга южных стран да и кристин лагард заявляет о том что есть да и удваивает усилия потому чтобы все это так сказать организовать в лучшем виде по крайней мере пока что на словах по крайней мере на словах как будет на деле посмотрим включая 21 июля что будет по ставке потому что если будет поднятие ставки на 50 пунктов я считаю что действительно значит по факту есть инструмент который не позволит так скажем рынку долга европы рассыпаться в пух и прах это будет действительно показателем именно на деле поэтому 21 июля мониторим telegram я заранее напишу тут что там по времени когда все выйдет естественно это будет влиять не только на все классические финансовые рынки но в том числе это будет влиять и на bitcoin далее ух обзор большой получается я искренне надеюсь что она по крайней мере может не новый подписчик до который еще не понял скажем костяк суть моих обзоров да если ты новый подписчик ну я думаю уговаривать не придется рекомендую просто искренне подписаться на youtube канал на телеграм-канал ну и соответственно дистанции ты поймешь что есть к чему как двигаются рынки и в рамках графиков и в рамках фундаментала на что стоит смотреть на что не стоит смотреть что имеет значение что не имеет значения где можно искать нужно искать логику а где логику искать уж точно бесполезно в общем подписывайтесь а постоянную аудиторию попрошу поставить лайк потому что ну действительно а такие обзоры где ты в режиме реального времени без остановки практически буквально двухминутный может быть на водичку до вещаешь но это не так легко как кажется ребят дальше с вашего позволения я быстро покажу и прокомментирую графики классических финансовых рынков и что это значит моменте на сегодняшний день доходность десятилетних облигаций все еще в районе 2 и 9 процента что это значит но по большей части это значит что риск рецессии мягкой жесткой в целом рецессионный риск на сегодняшний день вполне актуален почему не 2 и 6 спросите вы потому что есть риск поднятия ставки на 100 пунктов 27 июля да то есть 27 июля может быть поднятие на 100 пунктов плюс мы не понимаем на сегодняшний день риторику джерома паула все будет 27 июля плюс инфляционные данные вышли последние высокие и на дворе еще не август месяц чтобы допустим снижались доходность десятилетних облигаций снижалась там район двух с половиной процентов то есть закладывая два с половиной процента ставку ключевую сша на конец всего этого года вот то есть при всей этой неопределенности доходность десятилеток стоит на месте с учетом всех этих данных которые я вот сейчас но коротко постарался озвучить а также хотелось бы отметить индекс волатильности сибоя индекс страх который используют на wall street и прошу заметить что сейчас 24 3 а что это значит риски рецессии а а факту вдохновляют инвесторов толпу экономистов возможно корпоратов так как это может привести к изменению денежно-кредитной политики фрс по крайней мере по индексу латильности снб 500 для меня это очевидно потому что ну вы просто представьте а какой какую неделю подряд говорят о том что все будет плохо и рецессия у нас грубо говоря уже во дворе стоит и ждет нас пока мы выйдем чтобы нас отхлестать так сказать пороть до последнего и почему при этом индекс волатильности ли или индекс страха назовем его так не на отметке 45 50 60 там условно да хотя бы 35 потому что профессионалы рынка на мой взгляд те же wall street понимает что первое повышать ставку фрс бесконечно не будут и второе то что ну действительно у нас может быть уже сейчас по факту рецессия а если даже будет и жесткая рецессия это всплеск определенный выход мелких спекулянтов крупных спекулянтов паникеров кого угодно какой-то части толпы с профессиональными игроками до которые ну как действует эмоционально забирают объем средств будь то акции криптовалюта там и не знаю не ну что что еще акции криптовалюта да сейчас будем говорить акции криптовалюте забирают объем как это было в кое 19 допустим до или в 90 годах или в семидесятых забирают этот объем средств на панике ну и соответственно быстро разворачивает рынок путем смягчение кредитной политики от фрс путем того же ужесточение кредитной политики от ецб что также будет прямо влиять на индекс доллара до снижение индекса доллара это все равно плюс копилку рискованных активов вот но еще раз прошу заметить и не путать на сегодняшний день текущий час а движуха индекса доллара давайте перейдем к индексу доллара то что происходит здесь и сейчас индексом доллара вот здесь это в основном все те риски которые есть здесь и сейчас который я озвучил в том числе в этом видеоролике связан с еврозоной ну из евро ну и с теми хотелками или опасениями о том что евро скатится на 060807 и все в этом духе вот но но вот прямо в моменте там на протяжении вот этих двух дней индекс доллара снижается а снижается я объяснял почему если у вас память хорошего сразу ответить на этот вопрос а снижается он потому что 21 июля на заседание и говорят сейчас о понятии ставки о поднятии ставки на 25 либо на 50 пунктов если будет 50 пунктов на мой взгляд это хорошо это не минус это не минус сто процентов а если это не минус для европы евросоюза то это не минус для индекса ой это не минус для евро а если это не минус для евро то это минус для чего правильно для индекса доллара а если индекс доллара снижается пусть а пусть в каком-то вот этом периоде и будет закладка так скажем именно оправдание я не знаю как правильно сказать аргументация снижение индекса доллара в какой-то момент все об этом будут говорить будет заключаться в евро зоне но тем не менее еще раз снижение индекса доллара это плюс для рискованных активов всегда так было плюс индекс доллара будет однозначно снижаться на снижение либо на не жестком повышение ставок от фрс понимаете связь я надеюсь понимаете он постоянно аудитория сто процентов понимает вот я прям бюс об заклад сто процентов понимает о чем речь не постоянно и смотрите актуальные видеоролики их очень много еще прошлый по запросу можете смотреть тайм-кодах куча информации полезной смотрите записывайте закладки ставьте там все что угодно делаете я думаю прокачайтесь по полной на все дальнейшие мои обзоры вот то есть еще раз мое личное мнение 27 28 июля конец июля месяца это будет каким-то финалом по росту индекса доллара какие конкретно будут достигнуты отметки но я сказал что максимально если звезды на небе сойдутся это 112 114 причем это не популярное мнение ну я прошу иногда своего помощника у меня есть помощник один единственный человек собрать некоторые консенсус среди до тех же блогеров тех же блогеров до послушать что они говорят то есть не только по крипте в целом по финансам классическим рынком ребят там говорит про 120 про 130 про 140 про 160 про евро просто 0 607 08 то что я говорю не популярное мнение может быть все окажутся правы евро будет 06 индекс доллара будет 140 bitcoin будет 5 тысяч долларов при этом легко при том что я озвучил повторяюсь да вот посмотрим посмотрим но на мой взгляд финал не дали недалек дальше какой график можно прокомментировать евро я показывал s&p 500 s&p 500 здесь больших комментариев не а ну больших комментариев не будет и почему потому что но опять же зона держим все окей я эту зону определял 3 730 важная отметка закрепляемся ниже идем вниз мы здесь протестировали в моменте закрепились выше ушли выше да и по факту все окей пока что все окей пока что все окей и какого-то слива опять же вот сюда куда-то далеко даже на заседание фрс я не ожидаю если будет 100 пунктов понятия 27 июля я думаю что надеюсь по крайней мере я запишу обзор перед 27 июля или сразу после заседания фрс на следующий день я не думаю что будет такой расклад вот так мы пойдем куда-нибудь в 3 400 в 3 300 по факту заседания фрс решение по процентной ставки я не думаю то есть но мысль коротко ясно я не думаю что так будет но в целом 20 повторяюсь числа июля у нас ряд отчетов которые я показал в этом видеоролике которые будут влиять на волатильность snp 500 это имейте ввиду у нас так у нас так та же самая картина та же самая зона хорошо сдержали хорошо отыграли в принципе корреляция но и bitcoin сейчас коррелирует nasdaq вырос snp 500 вырос и bitcoin 22 850 то в целом локально все неплохо с 20 июля потрясет пошатает но опять же я по биткойна сказал коллеги моя глобальная самая-самая скромная цель это район 50000 локальная цель район 2627 что буду делать при жести жести если вдруг вся толпа весь консенсус того что все будет плохо что мы все ну там условно повторять образно говорю не в буквальном смысле мы все умрем или будем голодать или там я не знаю доллар со скаминц или еще что-то в этом духе третья мировая война еще один какой-то конфликт ребят я сказал что я буду делать вот мои решения я озвучиваю как поступить вам решайте решайте пожалуйста как я говорил во многих обзорах вставляя психологический блок решайте в рамках своего текущего положения есть возможность докупать финансовые активы неважно криптовалюта акции вы выделяете процент на докупку от ваших заработков действуйте нет возможности ребят но во все тяжкие не нужно во все тяжкие так скажем бросаться не стоит это не стоит того есть один ребенок один разговор вы многодетный отец или мать другой разговор и с точки зрения какой-то я не знаю какого-то благоразумия не знаю целесообразности адекватности я считаю что мои советы правильные поэтому пляшите от своего текущего положения не нужно накалять не нужно форсировать события проинвестировали в криптовалюту все у вас нет денег на инвестицию в криптовалюту или в акции вы все что хотели закупили все успокойтесь идите отдыхайте как я говорил тоже в обзоре и многим это понравилось возьмите профиль в других областях вашей жизни будь то отношения с близкими людьми супруга с детьми с родителями будь то спорт занятия спортом может быть образ жизни там бросить курить бросить пить заняться интервальным голоданием заняться тем чтобы заморочиться над качеством своего питания может быть кто-то там сядет на кето диету это не совет я просто как пример я говорю может кто-то зависит они не знаю 220 килограмм хочет снизить вес а при этом здесь еще криптовалюта заставляет жрать конфеты каждый день лучше закройте монитор займитесь своим здоровьем то есть какой-то области жизни там может быть кто-то скажет колесо жизни возьмите профит берите профит криптовалюте все сделали успокойтесь отойдите остыньте не нужно ничего опять же форсировать и увеличивать ваш риск менеджмент money management теми деньгами которых у которых у вас по факту может быть и нет может кто-то пойдет кредит брать я не советую в дело конечно ваше но я считаю что не стоит ребят я все сказал я сейчас определю победителей вот я все сказал а если чего-то не сказал это будет в telegram ссылка в описании обязательно подпишитесь повторяюсь да этот сто процентов не лишнее ваше решение а возможно с одной из самых правильных решений будет вашим скажем в июле 2022 года подписаться на мои источники давайте я определю победителей розыгрыша прошлого видеоролика так я сделаю это максимально быстро вот обзор биткоин года и смысл откупать конкретика здесь кстати мы разбираем вот эти фундаментальные моменты может быть более коротко более коротко но опять же повторяюсь обзоров много актуальных да и этот обзор bitcoin все запомнит июль здесь тоже про двадцатые числа по тайм-коду можете посмотреть про разворот если говорить о допустим price action кто знаком с этим словом с этим понятием то тоже можете посмотреть по рублю например тоже есть обзор актуальных обзоров достаточно так давайте определим быстро победителей еще раз коллеги попрошу поставить оценить видеоролик поставить лайк либо дизлайк если на ваш взгляд моя работа считается бестолковой бесполезной никому не нужный можно не смотреть и поставить в будущем и поставить дизлайк так определяем первого победителя доступ премиум источники все а и агрегаторы рекомендационные так скажем по мыслям даже не рекомендационная там полу обучающие видеоролики вот обзоры по монетам altcoin в общем много что там есть в описании к этому видео написано антон инжеваткин спасибо за обзор ребят прошлом в прошлом видеоролике конечно я эту тему поднимал короткие комментарии побеждают я с этим вроде как ничего не мог сделать но повторяюсь к этому видеоролику я буду определять победителей только среди тех людей кто написал осознанный комментарий по теме озвученной в этом обзоре но пока что по старым правилам антон вы побеждаете доступ премиум на полгода ваш пишите менеджеру а первый профиль который указан в описании телеграм-канала телеграм-канал есть в описании только к этому видео так а куда нажать надо давайте крестик все-таки нажмем и еще раз рандом из нажимаю о большой комментарий александр король вида даже по наклонной по таймингу что мы к августа уже должны ее пробивать и подняться хотя бы на 05 фибу сколько можно уже сливаться я думаю что здесь речь но я не могу сказать о чем речь либо здесь про d1 фибоначи либо здесь речь про недельную фибоначи александр вы победили у вас есть возможность в принципе написать об этом в telegram аккаунт профиль салихов брокер он есть в описании телеграма телеграм-канала а телеграм-канал ссылка на него есть в описании к этому видео профиль я посмотрел доступ на 6 месяцев ваш ребят все сказал получился одних из самых больших видео обзоров а за всю историю введения моего youtube канала но согласитесь ну на мой взгляд грех не согласиться что очень много тем я затронул в этом видеоролике показал на что я обращаю внимание поделился и новыми мыслями и какие-то старые я повторил и задаюсь так скажем справедливыми вопросами указывая вам на материала до относительно налогообложения криптовалюты в россии запрета криптовалюты в россии там указов и так далее я думаю что вы искренне на это надеюсь провели время с пользой благодарю вас за внимание до скорой встречи